Моя родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Так, друзья, прогулки по саду еще не закончились. Молодое дерево под названием груша-сварог. Значит, я его сделал, то дерево 15-метровое, огромное. В этом году урожае меньше обычного, где-то ветер 20-25, да нет, наверное, 30, но не 40. А вот это дерево маточное. Вот то, что вы видите, оно предназначено для того, специальная обрезка, чтобы она выбросила вот такие молодые ветки. Отсюда можно взять их, наверное, штук 200. Так, с каждой потом, даже улучшенной капулировкой не почками, когда выгоднее брать, а улучшенной капулировкой, допустим, верхнюю часть, где моя рука, я предлагаю выбрасывать вот это вот, а нижнюю часть, это где-то примерно 3 черенка по 2 почки. Так, вот, теперь, вступило в второе плодоношение уже. Давайте, дело в том, что оно не очень популярно. Так, ой, зря отвергал, твердое, как камень. Ладно, я угощал теме из того старого дерева, оно уже созрело. Вот, и так, ну, все-таки, запоминайте, форму на Северной Римке много, но когда-то было очень популярно, именно в нашем крыле, это благодаря Байковой, суперсадовод, ученая, агроном, кандидат наук, Суботинская ГСУ. Вот, в принципе, ее есть можно, особенно в молодых деревьях, она очень достаточно, не очень, а достаточно вкусная, съедобная и сочная. Вот, в таком виде, как твердая вот эта вот, она может даже в местечко полежать, пока доспеет. Так вот, если тут 200 веток, по 3 брем, 600 прививок. Если рационально, 1000 прививок. Что, одно ведро готово? Да. Сейчас приду тебя снимать. По-моему, и двух не хватит. Так вот, продолжая этот разговор. Ритак, 1000 прививок, 1000 саженцев, может разойтись по приполярным округам, они не обязательно бывают. Такие уже, знаете, я не намекаю на норильске, а норильчанин, да? Но когда я жил в норильске, последние годы, ниже 40, не опускалась температура. Ну, от этого зима, короче, не становилось, вырастить там ничего невозможно. Из плодовых, и не надо пытаться. Вот. Но сам факт, что есть приполярные округа, где не обязательно минус 50-60. А до 40 это все выдерживает. Выдерживает лещина, вот она. Выдерживает абрикосы мои до 40. Вот они, сливы. Жаль, что уже на дне ничего не висит. Я показывал фильм, где здесь висели огромные сливы, сувенир Востока, размером с яблоки. Но время их ушло. Вот. И в этом вот питомнике, могучем, могучем питомнике. Вот он. Чего не хватает? Ну-ка, внимание. Сейчас скажу. Не хватает. Это баточный сад, то есть, видите. Вот она. Яблоня. Она будет расти. И выдавливает отсюда вот эти вот саженцы. В следующий год куда садить, я уже и сам не знаю. Но это к слову. Поплакался. Вот маточная деревня, вот маточная. И получается, что, учитывая, что мы не можем себе позволить такую роскошь, имея возможность вырастить прекрасный семенной материал, уссурийские груши, вы уже о них знаете, мы можем на них перевать сварок, выдержать и 45, и 50. Но Сергея Железова в этом питомнике нет ни одного саденца на продажу. Сварога. Вот наша песня хороша. Вот. Такая вот действительность. Почему? Потому что помогать ему государству не собирается. Несколько человек прислало мне несколько роликов, которые разошлись по всей стране России. А как белорусский президент ездит по образцовым хозяйствам, предлагает, что фермерам, правильно, деньги, оборудование, все. Вот. У нас это невозможно. Вот. Выгоду получают те. Вот. В Узбекистан 4 раза больше договорились поставлять те же самые фрукты, чуть в скобках, не совсем здоровые. Вольхая правда. Ладно, посмотрели на сварок, который никогда не пойдет в серию. А косточки, семечки, я предлагаю с них не выращивать. Культурные могут выращивать. Почему? Потому что есть законы Менделя. Там три к одному. Там три у мамы, один у папы. Если уж совсем хорошо. Три у папы, один у мамы. Папа неизвестен. И вот когда я семечки распространяю, а там рядом шикарная грушка. Что из них вырастет? Вот. Возможно, культурные. Возможно, даже лучше сварога. То есть дети сварога будут даже с этих вот взятых семечек. Окажется, еще и лучше сварога. Но гарантий нет. Да и желающих нет. Вот. Ну что, переходим к второй части рассказа. Ну, наверное, это будет следующий фильм. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.